В Мытищах прошел второй Московский областной фестиваль национальных культур Подмосковья и территория дружбы. Первой его частью была практическая конференция под названием «Государственная национальная политика. Новые вызовы, актуальные проблемы и лучшие практики». В мероприятии приняли участие представители правительства Московской области, Федерального агентства по делам национальности и многие другие. Конференция, посвященная вопросам национальной политики в Московской области, в таком формате проходит уже во второй раз. Как и год назад на фестивале национальных культур Подмосковья и территория дружбы, ее открыла Эльмира Хаймурзина, заместитель председателя правительства Московской области. У нас есть три тематических блока. Первый блок связан с сексуальными проблемами реализации государственной национальной политики в целом вообще. Второй блок связан с вопросами социокультурной адаптации и интеграции мигрантов. И третий блок связан с вопросами гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в молодежной среде. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, муниципальных образований, национальных общественных организаций и объединений, а также эксперты из научного сообщества. «Почему такое важное значение президенты нашего общества придают укрепление гражданской идентичности? Казалось бы, очевидно, все государства не могут жить, если у них нет чего-то общего. Нет британской нации, если нет одновременно и ирландцев, и шотландцев, и эрельсов, но все они британцы. Также в Испании». Основные цели конференции – изучить и проанализировать накопленный опыт, обменяться успешными практиками, выработать новые эффективные инструменты работы. Среди прозвучавших предложений – активнее вовлекать молодежь в мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, содействовать открытию домов дружбы в муниципальных образованиях, поддержать проект Русской Православной Церкви, школы добрососедства, кроме того, создать электронное приложение в смартфонах для мигрантов и разработать серию методических сборников. «Они должны выпускаться на регулярной основе, постоянно, по разным направлениям для учителей, для воспитателей детских садов, для тех, кто преподает в высших учебных заведениях, для семей, для общественных организаций, для местного управления». Об успешных практиках в сфере межнациональных отношений, которые воплощает в жизнь коллектив ЛРТ на конференции, рассказала Екатерина Дегтярева, генеральный директор телеканала. «Могу сказать, на примере нашего телеканала, и на примере телеканала, и в социальных сетях, где представлен телеканал ЛРТ, за 2014 и 2017 годы вышло свыше 550 видеоматериалов и примерно столько же фоторепортажей на тему межнациональных отношений». Также в рамках фестиваля «Подмосковье. Территория дружбы» прошла выставка детских художественных работ. Рисунки, созданные школьниками Московской области, были посвящены теме дружбы народов. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, Цириканал ЛРТ.